Вновь здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас естественно студия UKN Company и продолжаем смотреть WC 2017, а именно квалификации на данное мероприятие, где команда MiddleFit пытается сражаться против KingWin пока неудачно. Ну и естественно эфир для вас ведут за ACDD. Смотрим за противостоянием, которое оказалось должно быть интересным, захватывающим, но пока как-то... Пока как-то драфт, я бы вот так сказал про первую карту, где был Джиггернаут и Свен, два милишных кора против Профета, ну все очень и очень прозаично, я не знаю на что рассчитывали. Да, там основной проблемой стал по итогу Некрофос, но синергии, синергии между бюроями не наблюдалось в должной мере, которая была необходима команде для того, чтобы одерживать верх. Это конечно верно, но пока у нас идет еще следующая стадия пиков, я напомню вам про сайт SkinCoin, где вы можете обменивать ваши сеты и скины. И замедляя в стиме на новую криптовалюту, уже с помощью нее расплачиваться на сайтах партнеров без дополнительных комиссий и прочих экономических затрат. Поэтому прямо сейчас можете посмотреть по дотрансляции, по баннеру перейти и обменять ненужные скины, ненужные вещи на валюту, которая совсем скоро уже затмит многие другие. Ну и опять же, друзья, мы напоминаем вам про сайт MakeMyBet, на котором вы можете делать ставочки на киберспортивные события по 18 игровым дисциплинам, с промокодом UCC, еще и без депозитный бонус, получите 7 евро. Ну и что же, драфты второй карты, где уже Лич, Рубик и Магнус от команды KingWin. Стартовая вот такая комбинация, фундамент для продолжения своего драфта у KingWin отличнейшая. Да, сейчас можно любого миличного героя брать, и вы уже будете в большом плюсе. И Манки Кинг на третий пик от команды Meet or Feed появляются сейчас для них. Ну посмотрим, посмотрим, в передыдущей игре его забанили. Здесь же его все-таки удосужились успеть забрать, но посмотрим. Ну это опять же для Тиммада герой, и страшен он будет на нем, мне кажется. Но он и на Свене должен был быть страшен, если бы добегал. Да нет, ну нет, это Свен, ну забудьте, забудьте о нем, появляется Фантом Ассасин. Интересные драфты, Ди! Ну здесь KingWin действительно привнесли щепотку разнообразия нам, и демонстрируют нечто, с одной стороны, обыденное, то есть мы это уже, в принципе, видели, подобная стратегия. Ну когда-то она играла, действительно. Да, и сейчас на WCA она впервые, тем не менее. Поэтому можно будет за ней понаблюдать и посмотреть, к чему это все приведет. Я такими темпами когда-нибудь и дождусь в Пик Тру, мне кажется. Возможно. Но не в ближайшем патче, к сожалению. Винитарь Вивера, у нас сразу же моментальный ответ, попытка как-то контролировать Фантомку. Но посмотрим, опять-таки, это тоже очень опрометчивое решение, таким образом попытаться напрямую контур выйти. Но мне кажется, что может это обжечь сейчас команду Мидуфит. Но опять же, я не совсем пока вижу синергию между этими героями. Да, в принципе, есть тот самый идеальный замес. Вукон команд, Винитарь Верн дает курсу в этот Вукон команд, никто не выбегает, всех бьют палками, там еще и Виномансер с Ядом, Манчантрас вокруг бегает, понька и забрасывает всех, конечно же, своими импетусами. Но это все на бумажке красиво выглядит. А по факту Магнус прыгает на скьюри, вывозит оттуда Тимада на Манки Кинге и все рушится. Именно так. Поэтому сейчас придется попотеть и Магнусу, и Рубику в первую очередь. Блиндаггер себе заполучить хотелось бы, конечно, побыстрее, чтобы с подобной ситуацией справляться. Гонять ту же Винтер Верн, Манки Кинга в случае чего, Энчантрас, конечно же. Ну и посмотрим, еще один бан остался у нас для команды Мидуфит. Убрали здесь пугну команды Кингвин. Понимаю, что остался Мид. Очень неприятный герой, тем более, что будет периодический урон. Поэтому с этим лучше не шутить. И пугна действительно показывала себя с лучшей стороны в этом турнире. Ну и опять же, 30 секунд последнего бана от команды Мидуфит. Нужно убирать сейчас вполне вероятно мидеров. То есть Магнус может пойти, в принципе, в оффлейн, пойдет на легкую линию, хотя Па также может отправиться в мид. Все зависит от итоговой задумки. Да, многофункциональные герои здесь. Но я думаю, Фантом Ассель может и в мид пойти. В зависимости от того... В зависимости от того, куда пойдет Мангки Кинг, скорее всего. Ну вот всю ставку сделали, по-моему, сейчас на комбинацию Мидуфит. У них появляется пак. Еще больше контроля. Еще больше они держат на одной позиции, где должен вроде бы действовать в конкоман. Но а если что-то пойдет не так в Мидуфит? Вот в чем вопрос. Ну, вообще много, что может пойти не так. Поэтому есть Виномансер. Да, опять же, этот Виномансер, который всегда наносит кучу дэмэджа, но игры не выигрывает. Мы уже устали об этом говорить. У него всегда хорошие показатели по внесенному дэмэджу. Да, он, безусловно, и в замесах помогает, заставляет отойти противника, но он не убивает. Он просто заканчивает драки. Возможно. Но еще есть ласт пик от команды Кингвин, который может все изменить в лучшую или в худшую сторону для обоих коллективов. Сейчас кого-нибудь просто бац и ввойд, и все переиграют, и Магнус в мид, и ввойд в оффлейн. Хроносфера, дэмэдж в хроносферу имеется. Но хроносферу уж очень хорошо контрит. Опять же, Манки Кинг, поэтому я сомневаюсь. Посмотрим, посмотрим. Действительно опасный пик в этом ключе, но Кингвин могут удивить. Поэтому можно еще подумать над этим выбором. В принципе, ввойд будет забавно посмотреть. Только вот от его хроносферы будет зависеть не только победа в драке, но и выживаемость самих команды Кингвин. Ну просто им в любом случае нужно брать персонаж, зависимого от Магнуса, от его бафа. То есть это должен быть какой-то милишник. Ага, серьезненько. Мы взяли очень крутого танка и отдали его нишу. Ну сейчас либо мы увидим невероятную расстановку лайнов, либо же они свапнутся по лайнам, либо возможно свапнутся по героям, потому что я сомневаюсь, что мы нишу увидим где-то в медлине на андерлорде. Не совсем то направление для данного героя. Кто знает, не зря команда Кингвин показывает такие хорошие результаты, потому что их очень неожиданные вылазки оказываются порой успешны. Мне очень нравится вообще вот это представление героев, когда уже именно берут какие-то сеты, потому что вот ты видишь сейчас Рубика? Нет. Нет? А где Рубик? А Рубик не играет. Это Магнус эгоист. Корпорация монстров. Та же самая с Майком Вазовским. Вот это все дела. Я есть на фотографии. Я есть на фотографии. Поэтому как бы жаловаться вообще не стоит. Безусловно, опять же. Дожидаемся, мы пока выберут виновансера Ильича. Никто не хочет на них играть, по всей видимости. Кежин говорит, ну ладно, ладно, ладно. Я возьму его в афлейн. Сколько уж можно ждать. Да. Здесь все-таки будет проблема до появления БКБ у экзотик дира. Потому что Фантомка сама по себе очень тощая. И особо не помогут. О, господи. Страшно. У меня страшно случилось. Ну, Дота, Бета, вот все дела. Да, да, да. Когда мы будем играть уже в полноценную игру, и это прекратится. Но тем не менее, действительно, есть Фантомку, чем убивать. В замесе ей лучше не прыгать в драку. Дота Огг будет выдана РП, и к ней не подвезут врагов. Потому что позже нова, это уже фактически вся Фантомка закончится. А там еще есть много героев помимо этого. Ну, в принципе, безусловно, экзотик дир здесь есть чем быстро сбривать. Вопрос, как вы будете воевать, если игра зайдет на какие-то более поздние тайминги. У нас, видимо, какие-то проблемы со стартом второй карты. Или мы просто дожидаемся игроков, которые оооочень медленно и размеренно попадают в лопер. Они никуда не спешат. В команде Кингвин осталось лишь только одну победу одержать, чтобы закончить это противостояние. Но то команде Мид Офит придется попотеть. Ну и что же, представим мы вновь коллективы. Начнем с команды Мид Офит. Синдурен забирает себе в интервью. Верну Кизу будет играть на Виномансере. Кэнсел на Паке. Уиха на Энчуантерс. И Тимада в роли Манки Кинга. Ну и непосредственно их противник. Это команда Кингвин, которые уже держали победу на первой карте данного. Б-103 Элли Саш играет на Личе. Естественно, Кейсер будет исполнить у нас на Рубике. Далее Ниша. Это Андерлорд. И все же, я надеюсь, это Афлайн Андерлорд. Экзотик Дир играет на Фантом Ассессин. Естественно, ждем тех самых сногсшибательных критов. Ну и врывов. И Пейтас, от которого зависит чуть ли не половина всей этой игры на Магнусе. Его врывы, его респалярити. Это герой камбэка. Всегда. Что бы ни происходило, какой бы иной драфт у вас не находился на руках. Ну, еще посмотрим, конечно же, насколько это успешно может вылиться. Мы видели, опять-таки, ту же самую игру от команды Мидуфит. Где Магнус сделал очень неплохой муф на Рошане. Один. И все изменилось, все в их сторону. Поэтому, действительно, ситуация крайне-крайне интересная. Это было больно, безусловно. Здесь уже у нас такой, вроде бы, мирный ослик затаился рядом с баунти-руной. Но сомневаюсь, что кингвин на этого ослика клюнут. Естественно, спокойно будут пытаться отжимать ту самую баунти-руну. Подойдет мангкейтинг, возможно, даже попадаться с Магнусом. Или не будет рисковать. Время уже тикает. Посмотрим. Наверх пошли отжимать с ядом и замедлением. Один-один, да. Поэтому тут у нас пополам разделили, так или иначе. И мы напоминаем вам про розыгрыш, пока ребята разбегаются по лайнам, естественно. Просто спокойно кликайте под баннер под трансляцией. Две арканы. Четыре. Четыре? Там уже четыре. Повышают ставки, друзья. Четыре арканы уже. Десять тысяч скинкоинов еще раздают. Поэтому тут шутками... А надо кликать. А надо кликать и выполнять условия. Там e-mail заполняйте свои и, в принципе, все. Отличные условия. Надо будет тоже кликнуть, заполнить. На всякий случай. И... Ниша здесь. Да, медлиния, андерлорд. Все хорошо. Мы не спим. Вроде как. Хотя, возможно, та залагавшая фантомка, это была сбой в матрице. Это, знаешь, это не как сбой в матрице. Это как начало у Нолана. Просто не крутится. Не крутится? Да, он до сих пор крутится. Он как раз таки не падает. Окей. Немножко страшно. Здесь у нас на нишу попытались сяо выйти. Ей стан, но очень слишком он плотный. И так просто с ним не разобраться. Поэтому он просто посмотрел. Это тот самый герой, который может переживать ганги в мид от энчандреса и от крипа. И, в принципе, от еще одного суппорта. Ему не нужна какая-то дополнительная поддержка. Он спокойно может размениваться там по хп. В принципе, самое главное не заигрываться. Ниша у него, кстати, с подхилом-то все не так хорошо, как хотелось бы. Да, мне даже показалось, что он вроде как пожал подхил. Ему сбили этот подхил. Ну вот, фласку дождался. И самое главное, конечно же, выформить себе боттл. Здесь же уже поймали Манки Кинга. Неудачное дерево выбралось для того, чтобы посидеть. И сам превратился в дерево, чтобы заменить позиции. И просто стоит, получает опыт. И продолжает, смотри, деревья съедать, чтобы не позволять Манки Кингу слишком близко подбираться. Ну а почему бы и нет, действительно, вы просто берете и одну из функций героя отключаете. На верхней линии уже пушится Т1. Да, есть броня лича. Безусловно, это немного усложняет ситуацию, но недостаточно. Я думаю, что вот стоит, кстати, определиться. Все-таки будет он гонять экзотик дира и крипов. Либо же поможет своему же товарищу снести вышку. В интервью, верно, очень нагло играет. Это трипла на топе от команды MiddleFit. И при этом экзотик дир просто поймал гель. Куча демеджа сверху. Но его все равно не хватает. Броня лича спасает. Есть стан. Смотри, еще есть урон сверху. Нужно лишь только догнать и пару ударов нанести. И замедление экзотик дир становится в ПБ для команды MiddleFit. Неплохо. Энчантрос так радуется First Blood, как будто бы это серийный убийца. Вот серьезно. Конечно. С таким криком. Здесь же еще и кейсера, возможно, поймают и убьют. Потому что не так много кп остается у него. Придумал экзотик дир. Наказал как раз-таки энчантрос. И кейсер должен добивать. Это еще и добил. Отлично играет экзотик дир. Кизу также можно подспить. Есть стан, но это вряд ли спасет. Потому что там есть, как догонять. И последняя трещика все-таки отличал. Залетает. Мне дали экзотик дир. Сделать второй фраг для себя. Тем не менее. 1-2 в пользу команды KingWin. Отлично ганг, кавычки, закрываются. Сейчас ход команда MiddleFit. Хотели как лучше. Получилось, что не получилось. Ниша при этом в мид-линии, в принципе, имеет комфортный для себя крипстат. Не сильно отстает от пака. И то же самое можно сказать про Магнуса. Магнус вообще на нижнем лине царствует, властвует и давит на Манки Кинга. Да, тут совершенно хорошая позиция. Манки Кинг в одиночку не способен. Он так просто хотел стоять. Ему пассивку хотя бы нужно активировать. Но как только он попытается это сделать, сразу же ловит телекинез какой-нибудь. И не позволяет просто-напросто так просто разобраться, подлечиться в ответ со стороны. И поэтому складывается очень-очень неприятно. Тут Виха вынужден прожимать себя под хилл, потому что у него опять-таки вышла агрессия. И продолжают. Спронь, да, донайт дико своих скрипов. Это, кстати, очень важно. Нельзя позволять сейчас в Манке так быстро фармить. Каждый, каждый крип, конечно же, может тем самым эффектом бабочки отозваться. У тебя чуть позже появятся артефакты, чуть позже себя повезёшь, а непосредственно какой-нибудь БКБ не появится замеси и так далее и тому подобное. Ну а вот смотри, винрейт-то очень неплохой у андерлорда. Да, 66% и 67%. Это, конечно же, не азиатский регион, где у него там под 80% было, но всё же. Но это вообще страшная, страшная вещь, поэтому тут действительно не стоит недооценивать этого товарища. Мне очень просто интересен айтем билд от ниши, потому что здесь андерлорд по всей видимости будет ещё и боевым. У него очень хорошо поднимается демо с другим, прекрасно это понимаем по ходу драк. А если ещё и под бафом Магнуса смотреть на этого героя, может получиться действительно такая конфетка. Но я думаю, что мидлфит планирует уже как побеждать этого нестандартного героя. На топе кизу подцепили, есть подкил пенчат разводы, пытаются спасать, но из-под этого подкилла просто вывезли. Слишком много контроля, потому что с разворота можно экзотик диры наказать, есть по нему немного ударов от сатира, но отступает. Всё-таки не хватает, поэтому просто армор делает своё дело. Шок, увы, правда, полетёл в нужном управлении, тем не менее крип достаётся экзотик диру, 67 золота, очень неплохо. Это, безусловно, приятный бонус. Где-то подворовывают экзотик диры, где-то самому привозят на лайн этот самый фарм. Но самое главное, что экзотик дир здесь не на прифарме. Его постоянно напрягают, ему приходится отвлекаться либо на то, чтобы просто замансить, уйти от атак противника, либо же самому бить вражеских героев, нежели крипов. А крипы ему сейчас породнее и подороже будут. Здесь же у нас попытка выйти на Магнуса. Подлетел сюда даже у нас в интер-риверно, но не хватает пока что урона. Нужно пассивку активировать и подбегает к святыне, успевает её прожать. И патус в безопасности. Вылазка оказалась неуспешной, таким образом уходят ни с чем. Но, опять же, из плюсов товарищ Димада начинает наконец-то побивать крипов уже в более комфортном для себя темпе. А, знаю, рейндж атаки, он даже к ним не подходит, ничем не рискует против Магнуса. Совершенно верно, здесь мы видим продолжается агрессия. Сова потихоньку кастует торнадо. Её никто не бьёт, только сейчас крипов подвела. Нинча сама же себе, но и подставляется слегка. Понимаю, что сейчас пока нету Рубика, они могут чуть больше позволить. Но, как только он вернётся на этот лайн, у них будут опять-таки проблемы. Он как подпушивать, начинает как подпушивать. Сносит вышку на седьмой минуте. Ну, они должны были так делать. Они имеют очень большое преимущество за счёт крипов, сюда приведённых Нинчой. И благодаря этому пользуются успехом против пышек. Просто сейчас может быть обратная ситуация. У нас в медлине есть выход, кстати, на пака. Довольно нагло от Рубика. Поймали. Телекинез. И до свидания, пак. Пак ещё живой. Могут попытаться уйти на Орд, но не вышло. Синдерен подошёл, но редко мешает. И не получается так быстро помочь. Это, скажем так, не 25-е лвла, и это не визж для того, чтобы вкачивать на паке скорость Арбан. Да, действительно, не самая лучшая позиция для пака. Но вот есть ещё немного интересной информации. Из этих шести игр только в четверёх брали Радианс именно. Только. Только в четверёх. Мне нравится формулировка от нашего статистемента. Только четыре раза появилась. Ну, вот опять же, а вот винрейт с Радиансом-то вот сколько игр? Ну, сложный, погоди, сложный вопрос. Четыре игры были с Радиансом, а сколько он выиграл из них с этим артефактом? Пока что он загрессирует на манке Кинга. Ну, как агрессируют? Убивают его просто-напросто в наглую. Слишком далеко он задержался. И здесь через шок-вейв его наказали. И, видимо, что первый-то уровень у нас сейчас для нищи. Он просто стоит и получает его. Когда его пытаются прогнать? Пытаются прогнять. Он убивает вас. И здесь с одним ничего не поделаешь. Ну, в том-то и дело, что андерлорда можно только разве что отогнать с линии на какое-то время. Убить крайне проблематично. Тимада здесь двух своих товарищей из команды противника пробивает. Шлёпнул по спине и продолжает бить крипов. Говорит, уходите, теперь лайн мой. Играть буду соло во все игрушки. Энчантерс подходила с крипами, поэтому можно было очень опасно подставиться. Понимали это. Кингвины своевременно отошли. Здесь же у нас смог вылазка. Вот это то, о чём я и говорил. Как только вернётся Рубик, будут проблемы. Рубик возвращается. Ситикл возвращается. Рубик возвращается, проблемы начинаются. В том-то и дело, что сейчас не стоит хоть ни Винтерверна, ни, конечно же. Кизу точно погиб. Я бы уже Синдерена контролировал сейчас. Так что он течится, но это, конечно, не особо в нём выходит. А вот и Синдерен непосредственно. Здравствуйте, Винтерверна. Артик Бёрн заканчивается и Синдерен погибает. Вот пришёл Пак, он может отомстить. И отомстили. Уже лечу, будет ли продолжение. Пошёл на Орпу и что дальше делать? Смотри, что самое интересное. Не очень-то и боялись его. Кингвины зря, потому что сейчас Рубик 100% погибает. Экзотик Диру нужно прыгать на крипов. Он в них же застревает. Уворачивается Торба. Пак идёт за ним. Кэнселл не хочет отпускать свой вкусный фраг. Но мобильный Экзотик Дир, конечно же, только что Фейзы, тем более, прилетели. Уворачивается спокойно от Дагеров. И Кэнселл действительно здесь выдал позицию, то, что он потерял в мид-линии. Поэтому крайне-крайне неплохое смещение от него. Ну и что дальше? Мидофит пока что снесли вышку сверху. Но по остальным линиям ситуация не особо приятная. Ну и сейчас есть смысл перемещаться уже на другие направления. И пытаться срезать его фарма для команды Пингвин. Посмотрим, как они будут это делать. Конечно, Инша. Очень ценный ресурс на данном этапе. Её крипы крайне сильны. Она может ими воспользоваться. Но пока продолжает бегать по лесу и искать приключения. Если есть у него уже Фейзы, бегает быстро. Но никого не находит пока ещё полезно. Ну вот опять же, этот бегает быстро, это как всего лишь 4 раза покупался рейтинг. 385 мув спида, при том, что Фейзы не прожаты. Отличный РП у нас тут от Магнуса было, потому что почему бы и нет. Я пытался увести взор зрителя с этого момента. Но не получилось. Все грешки сейчас команды Пингвин. Наши операторы, они их не пропустят. Ни в коем случае. Здесь же подцепили Синдорен. Он пытается улететь. Есть у нас продолжение. Какого-нибудь продолжения нет. Заходит на хайграун. Теперь уже у Элли и Саша проблемки. Начинаются пытаются подпожить, но не прощают. Ребят, это правда Кэнсел. Сам подставился. Есть Дрим Клэл. Живёт нишу. Его сразу же разрывают. И бежит дальше. Просто навстречу. Навстречу приходит Фантом Ассасин. И два удара по Кэнселу. Отправляется он отдыхать. Селез 3-х. Безблоприровано. Даже Фаер Штормом получился. И гонится за Синдореном. Пытался уставлять себя в Колдом Рейс. Но это поможет ему ненадолго. Колдом Рейс заканчивается. И начинается у нас. Фарм, фарм, фарм. Команда Кинг Уин начинается прямо сейчас. Потому что ребята просто сносят вышку в ответ. Делают фраги с Затой один Тауэром. И никто из команды Мидл Фит дополнительно не полетел спасать своих товарищей. Ну а кто там мог прилететь так, чтобы помочь в этой ситуации? Энчантерсу нужны крипы, чтобы она была полезна. Сейчас Манки Кинг сам бы там умер еще слишком тощий. У Вина Мантера здесь, пожалуй, единственный вариант, который мог бы с ультимейтом как-то помочь. Мандер Лорд здесь уже собирает пати. Увозит подальше. Еще и своровали. Отлично успели здесь действительно среагировать. Ну и что, 4-9. 2000 преимущества в пользу команды Кингвин. Но примерно то же самое начало было и до этого. А вот Тимады здесь немножко агрессиво. Да, есть ультимейт Манки Кинг. Он остается без маны. Подходит Рубик. Теперь решили выбраться из этой позиции. Нужно поймать. Тебе Кинез хотя бы какой угол не погибнуть. Кейсер, да, отдал свою жизнь, чтобы Тимадам... Но это прекрасный размен для Кингвин. Просто они не ожидали, что здесь, по всей видимости, так нагло будет играть Манки Кинг. С другой же стороны, если бы был хотя бы один герой со стороны Мидоу Фит и поддержал бы своего кора, все могло куда печальнее сложиться. Совершенно верно. Поэтому это было, думаю, многому научить сейчас в этой карте, как минимум. Но с другой стороны, остальные продолжают фармить, сокращают преимущество в тысячу. Теперь лишь только за командой Кингвин. И дальше нужно продолжать его нагонять, а потом и перегонять. Единственная проблема, опять-таки, это все еще ниша, которая совсем скоро соберет себе Мекку. И проблема. А, говорят, нужно РМК сделать стороны. Это не так работает. Команды сами выбираются в стороны, конечно, которые им более комфортны. Неплохая попытка к человеку, у которого горит ставка на Мидоу Фит. Но, похоже, что придется тебе сегодня без дошираков. Оу, Вейтас у нас тут промахивается и успевает. Им надо сменить свою позицию. Тем самым отступает. Да, ты поближе к Вихе. Ну, здесь немножко не угадал детьми на тайминги. Пытался поймать с прыжка на Праймал Спринг. Но это оказалось чуть позднее. Как на первой карте был Рубик, который на Форстафе полетел агрессировать. И тем самым случайно увернулся от Фукшота. Как случайно? Профессионально. Это профессионально, но серьезно. На скан поймали. Сейчас ребята с командой не прыгнули. Находит Пака. Здравствуй, Пак. Не пожалели даже Чайник. Может быть, все-таки зря не пожалели? Не зря. Правда, здесь сейчас могут наказать. Винтер и Виверна то, что она попыталась сультить в одиночку. Ей с телепорта сбивать чем-нибудь. Спир что-нибудь хоть сделать и не угадали. Да, был, был так аст. Но Винтер и Виверна успевают уйти. Отделались малой кровью. В принципе, второй респалятий зачитается. Зачитается Магнусом. Хорошо. Здесь уже действительно принесло пользу. Убрали Пака. Пак все-таки первая строчка на творца в своей команде. Поэтому его убивать это очень и очень важно. На данном этапе не позволять ему быстро набирать артефакты. И, соответственно, решать возможности, как-то участвовать в драках вообще. Ну, посмотрим. Тут у нас, правда, Рубика сейчас накажут за подобную уже вылазку. Ну и не успеет его никак прикрыть. Нужно просто отдавать своего саппорта. Он, конечно, телекенцем отбрасывается. Но это максимум. Он успевает вроде бы еще и палочку своровать, но кто раскастоваться не успел. Да, ситуация неприятная. То же самое происходит постоянно. Какие-то саппорты где-то бегают. Кого-то погибают. Зачем-то непонятно. Даже вардов особо он тут не ставил. Варды уже давным-давно стоят. Ну, надежно, что какие-то лишние крупицы опыта получишь золото. Лишние крупицы опыта. Кстати, Тимада. Тимада получает просто от Элли Саша по голове. Очень нагло играет Лич. Его за это пытаются наказать. Это приходит уже по агаре. Так, кто это у нас тут Личей бьет? Тимада бьет Личей. Кстати, очень неплохо. За комбиней не хватает демага, чтобы добить. И подходит Рубик своевременно. Колба похоронила. Сейчас Манки Кинга. Ниша по-прежнему жив, танкует демаг, но импетус не наносит им урона нужного. Пока что, блядь, еще и Стик и спасается. А вот то же самое нельзя сказать про Вику. И, да, Квиф успел. Пак может сейчас нанести урон, не добивает. Но это стоит ему жизни. Скорее Сайленс есть, но поможет ли это ему. Еще пару раз. Чайник также прилетает. И это три в одного, друзья. Три в одного. Андерлорд жил вот до последнего. До последнего. Ну, слушай, там Мека была, там еще Стики успел поражать. Просто все. Да ему не хватило буквально секунды дочитать свой телепорт и очутиться на базе. Сложные телепорты пишут. Инструкция большая, ей-богу. Нужно умнеть, быстрее получать левел, конечно же, и решать эту проблему. Да, мы видим, что все-таки не так уж и мало золота получила команда. А, слушай, Рубик. Ну, Рубик зачелся почему-то, хотя он умирал гораздо раньше в этой позиции. Интересно. Мы играем с товарищем Виноманстером, поэтому все файтрекапы сломаны. Этот яд пока не дотикает на всех персонажей. И он будет продолжать все файтрекапы. Сейчас могут втроем умереть вообще-то. Они убьют Виху. Да, там Антачи был на троечку. А, неважно, про касты. Вот где твой Антачи был? Хорошо, хорошо. Я думал, они пожалеют, знаешь. Чего тут же лень? Оставят экзотик Диру, типа, ну, побей его. Но, действительно, не стали. Кладется. И сейчас они идут дальше. Профессионализм. Попытка поймать Пака. И они Пака находят. Есть Dreamcoil, а своровать Dreamcoil. Но под сальницем находится Рубик и не может этого сделать, конечно. А, на привязи бегают, но помощника не может. Там уже нашли Тима. Также есть РП по Синдорену. Не подцепили Манкинга. И Манкинг сразу же будет агрессивовать. Позже Нова по троим неплохо. Есть также Баллный Страйк. Курса, побежено. Кейсер, даблкилл, убивает Магнуса. И сейчас нужно как-то пытаться расконтролировать Тима. И Кейсер просто уходит на хайграунд через Орб. Баллный Страйк похищает. Пытается улететь с телепорта. И экзотик Диру получается. И размен 2 в 2 в итоге. Такая вот позиция сложилась. Но в целом здесь вот справедливо еще учесть все-таки смерть изначально от Энчантрас. То есть это была часть такой вылазки со стороны Кингвин. А уражеские леса. И прошели стилетие леса неуспешно. Ну вот та самая ситуация, где подцепили Тимада. Где всей Гурьбой успели среагировать на него. И наказали за подобную вылазку. Сейчас можно просто пристально смотреть за Андерлордом. Который вот со спины зашел. Кинул клетку. Его побили палками. Его Энчантра с Эмпетусами забрасывала. Мало хп. Остается гель. Мека. Просто демиджа не чувствует. Эмпетус урона не нанес. И по-прежнему ниша пытается жить. Стики еще поражал. И вот рейндропы действительно подтали с последнего. Но не зачитал. Изменил ситуацию плюс для себя. А в результате умер за это. Ну что поделаешь. Ничего не попишешь. Здесь тем временем продолжает сокрыться. Выл в дискорд. Полетел в рыб. Другой под вами есть. Врывается на Макуса Магнус. Пока что ничего не может сделать. Постанавливается разорвать связь. И уходит в таверну. К сожалению, не на своих плечах. Сразу стерли. Быстро и быстро, конечно же, вылазка. Ответка от команды Миндов Бит. И пытаются они забрать Т1 сюда же идти тандерлорд. Нагло защищать. Ниша говорит, не отдам просто так. Да, пытается через клетку найти своего соперника. Но Атимада уже отпрыгал. И я просто его так не взять. Так что здесь действительно ситуация крайне приятная. Барабаны появляются у Вики. И Минчатер с тобой будет еще более мобильной. И при этом лишние статы явно не повредят. Вчера того, как быстро сбривают ей здоровье про кастом. Конечно, здесь это важный все-таки ресурс. Потому что импетусы на самом деле очень болезненные. Если не сказать нужную цель. И вот сейчас можно сказать такой упс. Потому что покупает сейчас себе по дезолятор. Виномансер. Упс. Пак, Витроверна, до свидания. В принципе, кое-как может пытаться выживать Энчандерс. Но Энчандерс не будет здесь жить за счет того, что в нее бросают даггер. И на этом судьба заканчивается. Ну, а потом Мастер первая появляется, как я отмечал, еще на пике. Но при этом 94 разных герои из 113 были взяты именно участвующих в матче. Ну, я надеюсь, что за сотню-то мы точно пройдем. Ну, даже лишканул, по-моему, или Саш своим чайничком, но решил, что сделать этот враг важнее. Почему бы и нет? Здесь сейчас нас пытаются разобрать Рошана. Понимаешь, что под дезолятором, под демпауэром это складывает очень быстро. У нас очень хорошее сравнение сейчас по камерам. Там бьют огромного Рошана, вот в ситуации там под мид-линией. А там бьют Андерлорда. Рошан чуточку поменьше на боте. Тоже втроем, вчетвером ему бить не получается. Да, Эггис остаётся в Фантом-Ассасинке. И попытка через луковую команду разобраться. Это получается уже чуть-чуть геймстик. Есть также проражал флот. Но теперь двоих подловили. Погибает Манки Кинг. Погибнет также у нас и Киза. Есть Ферса, но он подвозит слишком далеко. А где телепорты? Позже нового с разворота. Шоквейв. И погибает. Однако Патос здесь тоже ничего сделать уже не сможет. Пал же смертью храбрых, но подмога близка. Вот полетел тот самый Даггер. Попрыжок. Да, медленные удары. Очень выхиливается Виха. Экзотик бьет до конца. Ещё один прыжок. Но не нужно много ударов. Нужен один верный удар. Да, совершенно верный. Вполне себе спокойно. Вместе с Критом в 900 разбирается он с Энчантрас. И Виха уходит в таверну. Ну и 13-21. Тысяча преимуществ у Кингвин вроде бы не так много. Но сейчас они выглядят куда более командно, чем непосредственно ребята с командой Middle Fit. Вот опять синергии и взаимодействия не так много от Силосвета, как хотелось бы наблюдать. Совершенно верно. Они продолжают сохранять свои позиции. Продолжают взаимодействие. Продобрать здесь же врыв. Есть клетки. Есть фаршторм. Есть Дримкоу в ответ. Он поможет для этого. В общем вопрос. Да, здесь ещё пожить какое-то время. Баллент стрек с разворота. Дримкоу не позволяет отогнать до конца. И прямо Усплин прыгает вперёд. Уже у Кэнцела неприятности. Систики прожала, сможет ли спастись. Есть поддержка от Кизу. Разворачиваются обратно. Должат прыгать. Фаршторм неприятно. Кейсер врывается вперёд. И просто по деревьям. Кейсер до конца пытается как-то найти Пака. Но его здесь находят Циндер. Непосредственно и его добьют. Колба, конечно же, продлевает его страдания. Себя подхилил. Говорит, да ничего страшного. Теперь у нас есть хил. Ребят, можем идти давить. Совершенно верно всё. Говоришь, и Кинген заберёт ещё один фраг. 13-22 в их пользу. И никак не могут отжидеться команда. Медофит своим соперником. Ниша с даблдэмажем сейчас разберётся. С вышкой без особых каких-то препятствий. И Тимадыч можно найти. Пока его, конечно, не видят. Попытка. Кабукон Каман. Неплохо. И сейчас нужно что-то с ним вроде бы придумать. Есть респалярити. И Магнуса не смогли запустить. Если респалять, то, правда, дэмэджа не так много, как хотелось бы. Да, и Укон Каман убивает всю команду. Соперник Каман Кинг спокойно прыгает в округе. Да, остался один экзотик гидер. Но экзотик гидер здесь уже в одиночку ничего не сделал. Дидидиджио блейд и отправляется следом. Это минус Аегис и это минус экзотик гидер. Это минус 4 в сумме. Плюс Аегис сверху. И огромный камбэк от команды мидофит. И самое главное, это камбэк, скажем такой, по инициативе. И сейчас они уже, выиграв такой файт, должны пытаться занять всю карту и начинать самим поддавливать направление. 6,5 тысяч урона нанесла Укон Каман сейчас. И видим катастрофический перерост в пользу команды мидофит. Действительно там, ну... Отыграли они, конечно, по золоту не так и много. Две тысячи, грубо говоря. Ну вот, все сейчас начинается. Опять же, ребята просто начинают давить. И кингви нужно собраться вместе. И только после этого начинать уже какие-то рассредоточения по карте. Если они не соберутся в могучий кулак и не покажут, что вот, мы все живы, мы готовы драться. Все будет очень и очень грустно. Здесь же у нас Синдерена находят. И вот, собственно, сейчас уже никто не намерен. Приходит Кейсер. Есть Рекинес. Подвезли. Проклятие неприятно. Но я думаю, его все равно так иначе не отпустят. Заканчивается здесь у нас Артик Берн и Синдерен выигрывает время просто-напросто. Он много времени, безусловно, выигрывает. Заставляет всех прыгать, бринковаться, тратиться пылы, тратить ман для того, чтобы себя добить. Но по-прежнему дарит тот самый фраг. Опять же, здесь уже Кейзу. А вот это уже смерть не нужная. Кейзу пытается уйти. Есть у него фейзи, есть у него принт. Но здесь Вейтс, который не отпускает. Да, так просто сделать это не получится. Виномастер отправляется отдохнуть и думать о своем поведении. Вроде бы только что повернули отличную драку, но на отходах по одному поумирали. Ну и пока мы можем посмотреть статистику по экзотик-диеру. 27 тысячи урона всего в сумме. По героям она нанесена в среднем. Поэтому видим, что Фантомка-то, ну, да, не самая большая цифра, но для средних это... Это не просто это хорошо. Это отлично. У него две смерти всего лишь на хруппу. По КДА вообще, конечно. Да, КДА отлично. Сейчас и, в принципе, по ОВМ, там, ОВМ тоже все неплохо. Ну и что дальше? Экзогир продолжит фармить. Он на первой строчке, но в спину ему уже дышат его соперники. И об этом не стоит забывать. По 9700 у Пака, 9500 у Манки Кинга. И совсем скоро они могут перегнать эту Фантомку. И разговор уже будет совсем другой. Тима, да? Может встретиться с Патосом. И что дальше? Сейчас очень важный файт может произойти, потому что Магнусу уже начинает фокусить. Магнус спасается на Форстафе. И Тимада прыгает за ним. Прямо сейчас Патос стоит в инвизе просто. И под Вардом. А с под Вардом здесь же Экзодигдиро подцепили. Он тачвал, особо не грустит. Полетел он. Удар от Винтера Виверной. И уйти не так уж и получается. Позже НОВА даже выдается. Позже НОВА выдается там в Ниша. Ниша весь демош на себя принимает. Пытается его убить. Бивает телепорт. Ниша здесь не выживет. Да, он очень много времени выиграл. Возвращается Эрмиссаж. Зачем-то он может сейчас ровным по образом погибнуть. Просто наоборот. Вот Экзодигдиро, который стоял вместе с ним. И снова Кирса оказывается крайне успешной. Куда идут Кингвин? Почему они заходят в утром команд? Сами почему идет Лич вперед? Да, Кирса хорошо. Но это только выиграть несколько секунд на отступление. Кингвин вновь проигрывает драку. Вновь проигрывает ее там 4 в размен в одну. Энчантрос. Это просто провал. Да, получается крайне-крайне плохо. Погибает у нас выше. И также сейчас у нас может упасть и в Медлине она. Но мы решили, что драться больше не стоит. Хотя 30 секунд времени есть. Странно, что подумали здесь именно так все будет складываться. Но их право, в общем-то. А куда торопиться опять же? То есть в Лейте здесь можно смело воевать с командой Кингвин. Потому что у них прям жесткий Лейтовик. Он только один, наверное, это ПА. Да, безусловно, и Магнус может начать носить демодж. И Андерлорд будет справляться с этой функцией. Но это не их основные задачи. Да, в принципе, и Мидуфит могут похвастаться Энчантрос и Манки Кингом. Посмотрим, чем это все приведет в дальнейшем. Пока что все складывается, конечно, не на руку. Но мы помним, что в предыдущей карте все равно так же происходило по тому же сценарию. Сначала Кингвины, потом Мидуфит. Потом Кингвины собрались, сказали, ребят, что-то не так. Мы начинали проигрывать. И сейчас есть опять-таки потенциал для камбэка. Все-таки не забываем про Магнуса, который еще пока не выдавал таких РП ключевых. Они все были по большей части именно после Ганга. Но первые РП, которые мы вообще видели, это были соло-РП. Под одного героя, естественно. И просто для того, чтобы там либо остановить, либо добить уже 100%. Держи, наверное, они собираются наверх. Там они, да, ломали-то два. И дальше готовы идти. Только дальше. Потому что... Что их держит? Хайграунд их держит. В остальном же готовы сражаться. Но они хотят провести какой-то файт вне предела фражерской базы. Сделать пару минусов. И только после этого уже комфортно подниматься на ХГ, где вы не рискуете. Где вам не приходится драться на равных позициях. Но при этом противнику-то помогает Т3. Стены родные. Святыни, которые за спиной стоят. Кейсер вновь наглую фармит медление. И вновь за это может быть наказан. Потому что демада уже поблизости. Конечно, он бегает в троне невидимости. Но пока не стал раскрывать себя. В результате упустил, возможно, неплохой фраг. Но, тем не менее, его сделано. Продолжают фармить. Уже перегнали. Благодаря предыдущему файту мы видим на Творсом. И Пак, и Манки Кинг. И теперь дальше может складываться все только хуже. Ортфатас появляется у Андерлорда. Интересный такой выбор по артефактам. Да, это лишний контроль. И на Манкинга. И, конечно, канцел. Попытаться, по крайней мере, его законтролить таким образом. Там БКБ ПА себе пытается дофармить. Это очень важный артефакт. Потому что с ним можно будет вести себя куда наглее экзотизирован. Конечно, здесь БКБ очень сильно решает. И мы об этом также отмечали в самом начале. Что Фантом Ассасин крайне уязвима. И если ее не защищать, то она будет быстро подэклить своих соперников. Поэтому БКБ крайне сильно может изменить ход битва. Здесь же появляется Эхо Сейбер для Манкикинга. Теперь он будет бить больно дважды. И быстрее слагать свой Джинью Мастер. Ну, это самые главные, конечно же, бонусы. В принципе, демеджа от Манкикинга уже очень много. То есть, вроде бы, ты смотришь, там, 200 единиц демеджа. Но диффуза имеются. И, конечно же, баф, который он сам себе потом выдаст. Совершенно верно. Поэтому здесь об этом забывать ни в коем случае не стоит. Ну и посмотрим. Продолжают ждать каких-либо действий. Команда Кингвин фармит себе Лиса. Ждут пока экзотикдирит себе, что-нибудь выпармливает. И снова, благодаря помощи Эль и Саша, в принципе, у них справляется вполне себе удовлетворитель. Просто вот с учетом того, что Ниша сейчас собирает себе Гвардингрифс, и он будет брать себе Пайп, он выходит такого оффлейн-андерлорда по закупу. И демедж носить будет только ПА. Возможно, Магнус как-то сейчас должен уже пересидираться. А там ПА законтрили сейчас. Я обычно вижу артефакт минуты на сороковой. Алибарда? Алибарду Виномайнсера. Что, так можно было? На этом патче, что ли, играем? Оказывается, можно контрить Фантомку. Лишь что, Блэйди, есть РП по Виномайнсеру. Неплохой подвести глаз, чтобы не успел дать ультимейт. И он успевает дать ультимейт. Тем не менее, подспелищий Синдорен, он говорит, посади тебя в Колдемрейс, но это ненадолго его спасет. Пока поддержки никакой нету, и уже двоих потеряли на ровном месте. Команда Кингвин. Но не так сильно жжется, опять же, ультимейт Виномайнсера. Все-таки поблизости и Рубик со своей пассивкой прекрасной. И у Андерлорда уже пайп имеется. То есть вы нивелируете этот, хотя бы, дэмэдж магический. А там уже концов находит. Магнус поблизости, Магнуса увидели, поймали в клетку. Пака, пака пытаются нашивать прямо сейчас. Уходит жив, там же есть в окон команд. Нужно выходить с этой арены. И концов просто БКБ, когда остается уже слишком мало ХП. Там есть похищенный Колдемрейс, еще живет, уходит на себя на блинк. Прывается пак. Тут же полетела Мека, и можно переворачивать драку. Ниша начинает принимать урон на себя. Врывается, наконец-то подвозит, и это минус пака. А что дальше? Пака не будет 75 секунд. Слишком много для того, чтобы сейчас продолжать драку без байпэка. А байпэк это просто просадка по экономике. Попытка Тимада что-то изменить. Но тут же его можно было поймать. Успел среагировать, он ушел обратно на свои деревья. И тем не менее, Рошан достается. Успел подобрать экзотик для себя. А Эгис, поэтому дальше не побежали. Вот он переворот около Рошана. Хотя РП опять-таки было в одного, и причем успел прожать по Ижин Нову после всего этого. Ну вот мы только сказали, что... И что, чтобы РП в двоих. Что законтрили ПА. И ПА вы законтрите только в том случае, если успеете прожать эту самую Алибарду. А теперь, я уверен, про кликари Виномантера в этом момент играет. Ребят, так же будем продолжать делать до конца игры. И в принципе, если у них это будет получаться, они успеют прожать Алибарду и продолжить Фантомка бить, то все у нее будет складываться крайне-крайне успешно. А там, видимо, планы еще и на второй худ метят ребята из команды Кингвин, потому что уличат... Да все, каждому нужно худ. И все. Что будет делать Инновансер? Смотреть и вешать Алибарду и плакать. Ну, он, конечно, будет носить дэмэдж, но не для того берется этот герой, чтобы внести там лишние 200 единиц урона. Он должен носить тонны дэмэджа, чтобы быть актуальным. Конечно, ну и что? Забрали верхнюю вышку, так же можно забрать и вторую. Продолжают здесь поддерживать экзотик дира. Выходит Синдерен, сразу же блинк-аут. Понимаешь, что проблемы могут быть, если он останется слишком далеко. И просто идут и давят. Ничего. У него уже все откатилось. Он готов принимать на себя любое количество урона. Синдерен занял позицию в лесах. Тимадо должно быть любить, что прыгает. Ну, Тимадо, безусловно, неплохих позиций. Тут же Магнус пытался поймать. И есть курса, есть в укон команд. Все неплохо начинается для команды Мидлфиту. Прекрасный ультимейт от Кезу сейчас есть. Но Ниша по-прежнему жив. Ниша прожимает ультимейт и вновь, по-моему, не успеет дочитать. Есть Сыр. Сыр. И увозит своих тиммейтов на базу. Успели отойти остальные, поэтому им проблемы нет. А башня так или иначе упала. Силы тьмы свое дело знают. Вот и игра от Рубика. Сейчас видели все? Ну, здесь я бы сказал, что в интенсенции игры от Рубика и от Андерлорда одновременно. Андерлорд все-таки вывозит именно в таких случаях. И вы можете оставаться, рисковать на вражеском хайграунде под Т2 вышками. Знаю, что у вас очень мало ХП. Просто на доверии, на доверии к тиммейту, что он нас вывезет. Все нормально, говорил Андерлорд. У меня есть Сыр. Они меня убивают сейчас. Пока я прожму Сыр, будет еще один час. Поэтому здесь переживать на этот счет совершенно не стоило. Просто, я не знаю, вертушка, забери нас домой, улетаем быстрее. И смог, смог забрать своих товарищей. В результате не оказалось успешных как-то вылазок. Потратили много всего. Два, три, четыре ультимейта. А по итогу никто не погиб. И сейчас смог вылазка. Очень неприятный сейчас может быть. РП по троим! Господи, это просто уничтожение команды Мидоуфит сейчас от Кингвин. И там байбэков нет. Манки Кинга не будет 75 секунд. Они не видели этого всего. Магнус прыгал в соло таргет. Он не понимал, что там находится столько противников. Ты знаешь, когда состояние, когда ты испытываешь физическую боль, смотря на что-то происходящее на экране. Вот примерно это сейчас и произошло. Потому что Кингвин смогли просто на ровном месте. Мидоуфит, они даже не думали о таком развитии событий. Потому что они посмотрят РП по троим. Какой РП? У нас проблемы, РП по троим. Когда они сообразили, что у них выпал РП, они уже поняли, что всё решено. Всё решено, действительно. Потому что будет падать минимум две стороны. Сейчас переключится на вторую. Да, на нижнем лайне стоит еще Т2. Это спасает немного коллектив Мидоуфит. Но ненадолго. Конечно, тут уже вряд ли особо хорошие позиции будут, конечно же. И вырваться из этого уже никто не сможет. Но, я думаю, больше сейчас побоюют. Вот что делает Ниша. Ниша всё делает правильно. Снесли два лайна и просто улетают на святыню. И сейчас пройдутся по нижнему лайну. Моментально пользуются преимуществами. Повтор, повтор. Посмотри на эту РП сейчас. Замедленные съёмки. Киз идёт, прыгают на него. И без шансов. Очень красиво. Очень красиво, конечно же. И вот почему этот герой камбэка. Такой ультимейт. Он всегда может исправить любую ситуацию на карте. Да, здесь у нас продолжается путевостояние. Подловили там ещё раз Манки Кинга. Вывозят его поближе к Экзотик Дир. Он пытается укунуть команду прожить. Но это гибель для него снова сидеть. И без байбэка 77 секунд. Будут же писать Гудгейм. Потому что подловили ещё и Синдорена. Курса очень неприятна. Рубику наказали за всю боль. И тем не менее, это ничего не изменит. Пойдут по низу. Там снесут Т2. Там же снесут и Т3. Там могут снести Пака. Вот в чём проблема. Если он не успеет уйти, а он прыгает на Орк. Где тебя ударят, где тебя убьют. Убьют, по всей видимости, прямо под Т2. Он выигрывает ещё несколько секунд шептом. Но, конечно, по таймингу, кстати, курсок прокатился. Патас, Патас. Да. Скир по качеству не получается. Так, хорошо. Уже второй раз мы увидим, да? Немножко разнятся тайминги Патаса и тайминги своих оппонентов. Ну и что, будут ли сейчас пытаться байбэк выбивать? И выкупят ли они? Да. Выкупят, конечно, Пака. Манки Кинга нет ещё 30 секунд. И понимает прекрасно, что был бы этот байбэк. Он уже прожимался. Манки Кинга всё-таки позиционно очень часто сражается. Отрасывается станами. Уконг команд раскастовывает ещё на подходы к базе. Не пускает на Т3. Т3 падает. Будут падать и бараки. Вполне вероятном ультимейту у Андерлорда ещё не готов. Хлочем проблема. Но до него 5 секунд. Есть. Дримкуэлл под Алибард опять-таки находит сам. У нас экзотик дерево. Подловили. Но 2х разворота. Патас подходит. Патас жмёт РП. Отправляется. Пока что живёт. Да, Колген Брейс повесили. Но Кинфрост подвезли. А стоит ли улетать? Вот в чём вопрос сейчас. Ну, решили, что оно того не стоит. Да, пак, конечно, выжил здесь. Но а снесли до 3. Вот мы можем посмотреть повтор. Опять-таки драки, где ниша жил год, по-моему. Ну и опять же, вроде бы всё правильно делали изначально ребята из команды middle feet. Кимада вовремя раскастовал Вуконг. Всё грамотно. Есть курса. Есть стан. Куча дэмэджа от Кизу. Но всего этого недостаточно. Резисты спасают. Ответный ультимейт от Кейсера. И та самая вертушка с сыром, которая увозит кинфин на базу. Вертушка с сыром, конечно, действительно. Кто ж откажется от такой вертушки с сыром? Да, да, совершенно верно. Поэтому крайне неприятная позиция сейчас. Смоук отчаяния. Да, так называемые смоук отчаяния у нас от команды mid or pit. Ну и Магнуса уже раскрыл смоки непосредственно от Тимадо. Тимадо прыгает на дерево. И сейчас пытаются агрессивно сыграть middle feet. Возможно, даже что-то и перевернут. Если они выиграют файт, можно ещё зацепиться за игру. Попробовать хотя бы в ответ один лайн снести. Это уже будет неплохо. Ну, если они убьют большую часть, причём того, что байбэк есть у Рубика только лишь и у Фантомки, а убьют они пятерых, допустим, в теории нашей любимой, а то тогда, конечно, тут снесут и один, и два даже лайна без проблем. Но для этого нужно как-то убить. Просто я смотрю, что у Exotic Deer скоро появится сатаник на PA, и после этого, по-моему, история будет очень прозаична к жизни middle feet. Она закончится буквально через несколько минут. А здесь уже поймали Тимадо. Успевает он прыгать на святыне. Судыня, кстати, не уничтожена. Клезу успевает разрутиться неплохо. И сейчас Тимадо. Тимадо добить бы нужно. Он по-прежнему живёт. Exotic Deer уходит под БКБ. Не получил достаточно количества дэмэджей. Есть крипсы. Они фуловые под ультимейтом Виномансера. Бесполезный герой. Именно так. И просто смещается на низ. Сейчас Смит подают крипы. Нужно бы возвращаться. А как возвращаться? Телепорты. Мне были прожать. Придётся идти пешком. Т3. Упала. Также сейчас уходят бараки. И это могут быть некие крипы. Крипы. Да, есть. Не подобряю, как у боевых. Доропор точно не случится. Там просто... Enchantress просто лопнула. Там слишком большой снежный шар летел в неё. А Рубик снова позже нову своровал. И просто разворачивается у всех остальных. И тут GameWellPlayed пишет команда middle feet. Понимает, что ситуация сложилась для них невыигрышно. Невыигрышно. Вот чуть-чуть невыигрышно, скажем так. Ну немного не хватило. Чуть-чуть всем не хватило. Где-то Виномансера не хватило. Много кого не хватило. Смотри, Виномансер без урона был. Ну мы сейчас посмотрим статистику, конечно же. И всё. Всё нам будет рассказано. Как складывалось драки. Кто был молодец. Я бы хотел отметить в первую очередь Underlord в мид. Я такое вижу впервые. И Ниша смог показать, что это может работать. Дай бог, чтобы это кто-то ещё увидел. И возможно мы ещё пару раз будем лицезреть этого интересного героя. Нестандартной для него позиции. Ну смотрите, сейчас все 4000 из чатика пишут ВКонтакте Underlord в мид хэштег и ссылку на клип. Или на запись на ютубе как бы. И запросто вообще. И не только в турнирах увидим, но и в пабах. Вот опять же сейчас кто-то, я уверен, в чате скажет, да им просто повезло и так далее. Друзья, мы-то с вами доту смотрим для того, чтобы получать удовольствие. Они одни и те же драфты каждый раз. И вот когда появляются разнообразные пики, это по крайней мере интересно. Они один только, Свен и Виноманцер, которым и место в луз. В сетках, где они будут просто в луз. В луз падают они. Хейтишь героев. Хейчу героев и горжусь, потому что всё, пускай уходят, дадут дорогу молодым, либо тем, которых давно не пикают. Так или иначе заканчивается данная встреча победы 2-0 с стороны Кингвин. Были правы все возможные букмекеры и аналитики, что должны они выигрывать данную встречу. И да, проклятие вновь спало. Оно потихоньку переворачивается в положительную сторону. Я с 40 поднимаюсь. Поднимаемся мы по Make My Bad Challenge, друзья, который проходит, конечно же, между всеми комментаторами студии You Can Company. Делаем свои ставочки с изначального банка 100 евро и пытаемся улучшить свои позиции. Ну и также, конечно же, друзья, мы к вам обязательно вернемся в 9 часов вечера по московскому времени, где стартанет следующее Best of 3 в рамках WC 2017. Ну и перед этим, конечно же, вновь напоминаем вам про SkinCoin, новую криптовалюту, которая появилась совсем недавно и уже набирает популярность на многих сайтах. Вы можете переводить смело свои предметы из Dota, из Counter-Strike, конвектировать свое будущее экономически выгодное и пользоваться для покупки предметов, для того, чтобы делать ставки уже непосредственно с кинкоинами. Совершенно верно. А также Make My Bad Challenge мы отметили, но забыли рассказать про сам сайт Make My Bad, который эта челленджа организует. Это новая букмекерская контора, которая позволяет вам делать ставки на более чем 18 киберспортивных дисциплин. Но если вы не уверены в чем-то, то вы можете получить совершенно бесплатную ставку в размере 7 евро по промокоду, который предоставляет наша компания UCC. Это и есть этот промокод, если что-то кто-то вдруг не понял. Все очень логично. Друзья, очень важно, сейчас самая главная новость. Вот просто я даже вот так сделаю, как на там постеры. А ты записался на VESC? Потому что у нас квалификация совсем скоро, и три дня остается для того, чтобы подать заявочку со своей командой. В чате находите команду как бы. Да, все очень просто. Там же все специалисты с 5К ММР, я уверен, вы найдете запуск. Кто же нам советует ее, что мы постоянно все неправильно говорим? Друзья, вот ваш, скажем так, шанс доказать. Доказать на практике. Что вы все знаете лучше и сможете победить именитых чемпионов, сразиться уже на лане. Действительно, это хорошая возможность, не пренебрегайте ее. Ну а мы увидимся совсем скоро в 21.00 по московскому времени, если мне память не изменяет. Субтитры сделал DimaTorzok